МИХАИЛ МАКИЕНКО Михаил Макиенко. Как бабы Яги сказку спасали. Глава пятая. Ну и денёк. Маша застыла на пороге избушки. Её удивила не столько сама избушка, сколько необычный вид старухи. Ну прям баба Яга, подумала Маша. Ноги гудели, руки чесались от укусов комаров. Когда она спрыгнула с того странного поезда, то пошла по единственной тропинке, которая вела в лес. Тропинка становилась всё уже и уже, а потом и вовсе исчезла. Маша попыталась вернуться назад, но тропинку так и не нашла. Целый час она плутала по лесу, пока не вышла к этой самой избушке. Маша так устала, что даже не заметила, что вместо фундамента у избушки были какие-то два столбика, очень напоминавшие куриные ножки. Если бы заметила, то может быть и не вошла бы. И тогда не случилось бы того, что теперь обязательно случится. Здравствуйте, бабушка, сказала Маша и устала опустилась на сундук. В сундуке крякнула. Здравствуй. Ну рассказывай, милая, что с тобой приключилось? Я сошла с поезда на станции Бурзачила. Не подскажете, как мне к воинской части пройти? Конечно. Я тебя даже провожу. Ты только передохни с дороги. Я сейчас тебе баньку истоплю. Баба Яга вспомнила, лет 600 назад она хотела вот такую же девочку в печке зажарить. Как она тогда ловко сбежала? Маша заметила нехороший блеск в глазах старухи. А вы кто? Настороженно спросила Маша. Что вы здесь в лесу одна делаете? И дом у вас какой-то странный. Я? Баба Яга, сказала старшая Баба Яга. Это избушка на курьих ножках. Что? Я Баба Яга, повторила старшая. И пошутила. Сейчас я тебя есть буду. Полезай в печь. У вас что, крыша поехала? Рассмеялась Маша. Старшая посмотрела на покосившийся потолок. А что, сильно заметно? Сильно, гражданочка, ответила Маша. Ну ничего, я двоих из ларца одинаковых с лица позову. Они мигом починят. Кого? У Маши начинала кружиться голова. То ли от усталости, то ли от всего этого бреда. Они у нас мастера на все руки. Хошь дворец за одну ночь построят, а хошь дубинками поколотят. Смотря какое у них настроение будет. У вас что, не все дома? А как ты догадалась? Удивилась старшая. Так видно. Эй, ты, вылазь, тебя видно, обратилась старшая Баба Яга к сундуку. В сундуке что-то зашевелилось. Маша вскочила и отбежала к печке. Крышка открылась, и из сундука показалась зъерошенная голова младшей сестры. Видимо, в сундуке было мало свежего воздуха, потому что ее лицо было пунцовое. Она жадно глотала воздух и выпученными глазами смотрела на Машу. Маша глядела на нее такими же выпученными глазами. А это кто? Я Баба Яга, сказала младшая и стала вылезать из сундука. Вокруг нее клубилась выковая пыль. Зрелище было фантастическое. Я, наверное, пожалуй, пойду. Маша направилась к двери. В это время дверь открылась, и в избушку влетела средняя сестрица. А вот и я. Радостно сообщила она эту приятную новость. А вы кто? Заикаясь, спросила Маша. А я Баб Яга. Сияя во все свое добродушно глупое лицо, сказала средняя. А ты кто? Маша поняла, что эти три бабульки, видимо, свихнулись от одиночества и ласково произнесла. А я красная девица, рукодельница. У меня суженый. За семью замками томится. Я ему пирожки несу. Пойду я, а то пирожки остынут. И тихонько пошла к выходу. Бабы Яги бросились к двери и загородили выход. Никуда ты без нас не пойдешь, вдруг очень серьезно сказала старшая. Так это и есть его невеста, спросила средняя. Она самая. Нет, они не сумасшедшие, подумала Маша. Что здесь происходит, спросила она, пройдя через всю избу, села за стол. А это наша избушка на курьих ножках, добавила средняя. Это сумасшедший дом, сказала Маша и стукнула рукой по столу. Она нам не верит, вздохнула старшая. А ты попробуй поверь, что это действительно избушка на курьих ножках. Что мы бабы Яги, а ты действительно попала в сказку. Ну попробуй, взмолила средняя. Ну пожалуйста, попросила младшая. Маше вдруг вспомнился разговор с соседкой по вагону про чудеса в этом загадочном бурзачиле. Она пристально посмотрела на старушек. В их облике действительно было что-то сказочное. И это старинная избушка. Нет, этого не может быть, сказала Маша. Она попыталась собраться с мыслями, но почему-то не могла. Сейчас поверишь. Старшая бросилась к сундуку, в котором совсем недавно сидела младшая сестра. И достала оттуда расшитую золотом скатерть. Это скатерть-самобранка. Она постелила скатерть на стол. Слыхала про такую? Слыхала, улыбнулась Маша. Но тут же широко раскрыла рот от удивления. На скатерти появились блюда. Да какие? Что это? Это еда, пояснила средняя. Ее есть можно. Старшая, увидев изумление Маши, засуетилась как официант перед богатым клиентом. Вот духовая солонинка, пузырные щи, сморчки с говядиной, вестфольская ветчина, имбирный мед, мармелад из слив, фрукты, вин заморские. Маша смотрела на эти явства, не веря своим глазам. Она целый день ничего не ела. Ужасно хотела съесть хоть кусочек. Но она боялась, что стоит только прикоснуться к этой еде, как все исчезнет. «Угощайся», радостно сказала младшая. И Маша стала угощаться. Блюда не исчезали, а совсем наоборот. Стоило Маше выпить кружку яблочного кваса, как кружка снова наполнялась. Только она съедала кусочек ветчины, как тут же появлялся новый. Ей стало очень весело. Маша вскочила из-за стола и бросилась во двор. Заглянув под избушку, она увидела две массивные куриные ноги, которые намертво вцепились в землю своими мощными когтями. «А это тебе подарок». На крыльце стояли бабы Яги. У старшей в руках было красивое платье, расшитое золотом и жемчугами. «Ой, что вы, спасибо», – растерянно сказала Маша. «Только сейчас у нас в таких платьях уже не ходят». «Это у вас не ходят», – сказала младшая. «А в сказке нужно быть красивой. На то она и сказка». «Мы сейчас поведем тебя к Макею через сказочный лес». «Так что иди переодевайся», – сказала старшая и протянула Маше это необычайно красивое платье. «Но бабушке», – попыталась возразить Маша. «Надевай». «Ни то не видать тебе Макея», – пригрозила среднее. Маша кивнула, осторожно взяла платье и ушла в избу переодеваться. Старшая баба Яга стала серьезной. В глазах засверкали недобрые огоньки. «Ты Кащея предупредила?» – обратилась она к средней. «Предупредила». «Ох, и обрадовался старикашка». «Значит так, сейчас мы с младшенькой заведем Машу в замок Кащея, а ты лети к трем дубам и Макея жди. Когда он придет, ты его сначала напугай хорошенько. Потом скажешь, что Маша у Кащея томится». Старшая задумалась. «А как он найдет замок-то?» «А пусть она ему даст волшебный клубочек», – сообразила младшая. «Правильно, дашь ему клубок сопроводительный, чтобы он дорогу указывал». Старшая снова задумалась. Она была похожа на полководца, который разрабатывает план сражения. «И вот еще что. Возьми с собой волшебную тарелочку с наливным яблочком. Пригодится». «Я готова», – на пороге показалась Маша. Бабы-яги ахнули. Перед ними стояла настоящая русская красавица. «Аленушка не была такой красавицей», – восхитилась младшая. «Варвара, краса, померла бы от зависти», – гордо сказала старшая. «Но точно как я», – произнесла средняя и скромно добавила. «В молодость». «Сумку только свою оставь», – приказала младшая. «Она тебе не пригодится». «Нет, пусть возьмет», – задумчиво сказала старшая. «А вось пригодится. Давай руку Маше, мы тебя в сказку проводим». Когда сестры увели Машу в лесную чащу, средняя баба-яга побежала в избушку. Вытащила из сундука волшебную тарелочку с наливным яблочком и волшебный клубочек. «Ну, солдатик, берегись», – сказала она. Затем вскочила на метро и полетела в сторону трех дубов, даже не подозревая, что все будет совсем не так, как она задумала. Кусты за избушкой зашевелились. И оттуда вылез, да-да, тот самый одноглазый проводник. Он присел на крыльцо и вдруг превратился в худую, громадного роста женщину. Платье ее, казалось, было сделано из пожухлой травы. Глаз радостно блестел. Ну вот я и дождалась. Наконец-то у нас появится сказка с плохим концом. Не будь я лихо одноглазая.